На кадрах хроники 20-летней давности, когда западные и восточные немцы двинулись навстречу друг другу, часто можно увидеть небольшой семейный автомобиль. Эта микролитражка, Трабант, стала одним из символов Восточной Германии. Выпуск этой машины начался в 1957 году на заводе в Цвикау. Своё название автомобиль получил в честь запущенного в том же году Советским Союзом искусственного спутника Земли. По-немецки Трабант означает спутник. На автомобиль устанавливали поперечно расположенный рядный двухтактный двухцилиндровый карбюраторный двигатель воздушного охлаждения объемом в 0,6 литра и мощностью всего в 26 лошадиных сил. Каркас кузова был стальным, а наружные декоративные панели Трабанта были сделаны из так называемого дуропласта – материала на основе фенопласта с наполнителем из отходов хлопкового производства. Из-за этого машину в шутку порой называли четырехместным мотоциклом с общим шлемом. Выпуск Трабанта продолжался до 1991 года. За это время с конвейера сошло более трех миллионов автомобилей. Но сейчас Трабант на пороге возрождения. На недавнем автосалоне во Франкфурте был продемонстрирован первый образец нового электромобиля. К 2012 году группа немецких компаний рассчитывает наладить его серийное производство. Какое будущее ожидает Трабант, пока говорить рано, но его прошлое стало вехой в истории автомобилестроения. Трабант стал поистине народным автомобилем для целой нации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова